Микс Ньюс Добрый день! И сегодня действительно день добрых дел на Радио Болтком после небольшого летнего перерыва. В эфире снова программа «Зелёная лампа». Это программа, напоминаем, о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать, для нас с вами. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, звукорежиссёр наш Родион Золотарёв. И в студии у нас гости интересные. Это руководитель Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова и актриса, играющая Дана Бьёрк. Здравствуйте, Дана! Здравствуйте! Очень рада быть здесь сегодня с вами. И мы очень рады, потому что у нас ещё, кроме того, что предстоит разговор интересный, есть возможность поздравить вас, поздравить с начавшимся сезоном новым, 137-м, да? 137-й сезон, завтра нам 136 лет. День рождения. Спасибо. Поздравляем сразу. И ещё к этому вернёмся. Мы поздравляем и нас всех, и всех зрителей, потому что для рижан, конечно, это тоже праздник, потому что Рижский русский театр – это очень важное место для всех нас. И он у нас один такой, поэтому мы его все любим. А помогает наша программа сегодня собрать средства для очень-очень важной реабилитации 17-летней девочки. Её зовут Валерия Жукова. Мы с ней встретились, и она просто… Она очаровательный ребёнок, она очаровательная девушка. Диагноз у неё ДЦП с рождения. Она, к сожалению, ходить не может. Она двигаться тоже самостоятельно не может. И, в принципе, работает у неё только пальчики на одной руке. Но это чудесный, светлый человек. Она пишет стихи, она пишет сказки, она очень любит жизнь, она очень любит всех. Вообще окружающий мир и людей. И вот Лерочке очень нужна помощь, потому что сейчас ей нужна реабилитация. Два курса как минимум в год нужно пройти в специализированном санатории Друзкин-НК. И это очень качественно улучшит её жизнь, потому что с таким диагнозом, как у неё, боролись родители, боролась она сама с рождения. И именно реабилитации помогают получить маленькие улучшения шаг за шагом. И мы очень рады сообщить, что после летнего перерыва наш благотворительный телефон снова работает, он снова включён, зелёная лампа снова включается. И просим вашей помощи. Один звонок на номер 9300-6384. Это 1 евро 42 цента в помощь чудесной, чудесной, чудесной девочке. 9300, дальше. 9300-6384. 84. Пусть все маленькие звонки соединятся в большую помощь. Не знаю, первый или не первый, но звонит. Отлично, спасибо вам. Ещё мы хотим сразу поблагодарить за поддержку нашей программы компанию «Энверс Групп» и её руководителя Владислава Доворецкого, который при каких-то сложностях, он постоянно помогает всем нашим проектам. И нам очень приятно, что есть такие люди. Это телекоммуникационная компания, которая занимается программным обеспечением. И вот прямо в начале программы мы говорим огромное спасибо от всех нас. И сейчас вот вместе с Даной тоже хочется сказать несколько слов ещё об одном человеке. Это трудно и тяжело, наверное, говорить. Он только недавно вот ушёл от нас. Это Борис Тетерев. Мы работали… Зелёная лампа работала два с половиной года с фондом Бориса и Инары Тетеревых. Борис был тем человеком, которому мы первым рассказали эту идею, что есть люди, которым нужна помощь, и есть очень много людей, которые готовы помогать. Мы хотим это соединить. Да, чтобы они встретились, вот нужно включить эту зелёную лампу, включить радио, опубликовать эту историю, подключить счёт и объединить. И вы знаете, никто не верил, а он поверил. Он сказал, пробуйте. Давайте делать. Не знаю. Мы сами не знали, что получится. Это было четыре года назад. И вот два с половиной года мы работали с фондом Бориса и Инары Тетеревых без перерывов, без выходных вообще просто. И, конечно, мы бесконечно и всегда будем благодарны Борису за вот эту помощь. Думаю, таких людей очень много, как минимум у нас в Латвии. Сама с Борисом я не была близко знакома. Я не успела с ним познакомиться за год, как я руководитель театра. Но нашему театру фонд Бориса и Инары Тетеревых помогали целых 10 лет. Создавали прекрасные спектакли с их помощью, с их поддержкой. И знаете, сейчас, когда человек уходит, тогда ещё больше можно оценить и понять вклад, который человек всю свою жизнь успел сделать. И этот вклад настолько огромен, потому что столько много людей пишет, столько много людей говорят спасибо. И личное спасибо. И от коллективов. И далеко ходить не надо. Наши актёры от себя лично пишут очень много благодарственных слов. И о Борисе отзываются как о очень добром, светлом человеке. Это правда. Вы знаете, нас сейчас слушают много людей. И если учесть, что Борис поддерживал 150 различных проектов и культурных, научных, социальных в Латвии. И, конечно, многие люди хотели бы каким-то образом выразить свою благодарность после того, как он ушёл. Завтра в 15 часов состоится благослужение. Богослужение в церкви святого Якоба. Это кафедральный собор, который рядом с сеймом в старом городе. Служить будет архиепископ Збигнев Станкевич. И во всех, в любой информации, во всех каких-то приглашениях, которые люди получают, написано, что была воля Бориса не приносить цветы и венки. То есть он просил. А можно прийти, зажить свечу до вечера, до 18 часов, вот в кафедральном соборе святого Якоба. Почтить память. Почтить память можно. Это очень-очень важно прийти к каждому, который хотел бы поблагодарить Бориса. Потому что зажжённая свеча, она очень много значит в духовной жизни и в продолжении нашей жизни после земной. Ну, он столько сделал светлого, что вот мы верим, что он как-то и сейчас видит. Насколько я знаю, там также во время богослужения выступят и артисты, если я не ошибаюсь, и Андрея Асокина, и Вероника Плотникова с нашего театра. То есть будет очень много художников. Помогает девочке Лере, 17-летней девочке, чудесной, замечательной, с очень тяжёлым диагнозом, очень светлый человек. Ей нужна помощь. Когда мы говорим, дети с ДЦП, медики понимают, о чём речь. Люди, у которых в ближнем круге есть семьи, где растут такие дети, они понимают, о чём речь. Это очень тяжело, это очень больно, это постоянная работа. И когда мы говорим реабилитация, вроде бы, ну, подумаешь, значит, всё хорошо, чуть-чуть нужна реабилитация. Это не так. Это очень важные вещи, которые просто избавляют этого маленького человека от боли. То есть для того, чтобы этот маленький человек не плакал, для того, чтобы у него не болело, для того, чтобы у него начал шевелиться не один пальчик, как у Лера, а второй. И тогда она начнёт набирать свои стихи, философские сказки, не одним пальчиком на клавиатуре, а двумя. Это огромный шаг будет для неё. А сказки у неё, правда, философские. И мы потом ещё вернёмся к этому моменту. Мы сейчас напоминаем, что в гостях у нас Дана Бьёрк. Это директор, руководитель нашего любимого театра. И поэтому не можем у неё не спросить, с каким настроением, Дана, вы начали этот сезон. По мне не видно. Ну, рассказывайте. Мы начали очень бурно, активно. Люди уже заметили, потому что отзывчивость была очень высокая. Мы решили изменить традиции нашего театра и играть уже летом. И знаете, эта практика оказалась очень позитивной. Мы летом отыграли несколько спектаклей. По субботам, воскресеньям и пятницам залы были полные. Аншлаг, оказывается. Много туристов хотят приходить в наш театр, смотреть наши спектакли. И поэтому, если мы говорим об открытии сезона, то открылись мы уже летом. Мы уже как четвёртый месяц на полных парах работаем. Нон-стоп. Мы открыли две площадки новых за этот период. Какие, расскажи. Значит, мы открыли для себя Балтийское море. У нас сотрудничество с Сталинком. И на корабле «Романтика» мы сыграли спектакль. Вот это очень интересно. Спектакль «Громёнка» в открытом море. И как? Замечательно. Публика оказалась более театральной, даже чем иногда приходят в театр. Это нас очень обрадовало. Очень много людей купили специально билеты на круизный паром в Стокгольм, чтобы посмотреть «Громёнку». Это тоже было очень приятно. А вы играете же тоже. Я играю в «Громёнке». И это было всё очень интересно, всё очень эмоционально. Конечно же, и стресс был. Но итог очень-очень позитивный, и мы решили продолжить. Значит, мы систематически также будем выезжать в Стокгольм и на корабле давать спектакли. А ещё есть самолёты. Самолёты, ну, это уже, наверное, как-то экстремально. Были в Китае. Открыли для себя Китай. Китай открылся для нас. Если всё пойдёт хорошо, то в январе тоже планируем гастроли. А в каком городе? В Шанхай. В Шанхай. А что вы там показывали? Это сейчас идут устные переговоры, ещё рано об этом говорить, но работаем в этом направлении. И открыли мы новую площадку 13 сентября на Андрейсале, театральный порт Андрейсала. Детским спектаклем, нет, спектаклем для семьи, так мы его называем, для мам, пап, детей, дедушек и бабушек, чудесное путешествие Нильса Хольгерсона. Хороший спектакль, добрый спектакль. В сентябре мы отыграли его на Андрейсале, но так как ангар неотапливаемый, мы решили зимой поиграть на большой сцене театра. Для детей это тоже интересный опыт, потому что дети приглашаются сидеть именно на сцене и со-сцены смотреть спектакль в исполнении наших актёров. Это приключение. И уже 20 сентября мы совсем официально, преофициально открыли свои двери в сезон, новый 137 сезон нашего театра, спектаклем «Канкунт» постановки Сергея Анатольевича Голомазова. Замечательный спектакль, драматический, много юмора, очень глубокая мысль. Зрители приняли с восторгом спектакль и ощущается, что у спектакля должна быть очень длинная, настойчивая жизнь. Вот очень хорошо. А ещё у вас была премьера недавно, это по роману «Дюма», поставлен сюжет. Мы закрыли 136 сезон музыкальным спектаклем «Граф Монте-Кристо», опять-таки режиссёр, наш художественный руководитель Сергей Анатольевич Голомазов. Спектакль «На ура», совершенно с чистой совестью можно его назвать очередным хитом нашего театра, большой сцены. Залы распроданы, актёры довольны, руководство ещё больше довольно, всё хорошо, спектакль действительно хороший. Музыка изумительная, очень красивая. История со смыслом. Актёры замечательно играют, замечательный состав и режиссура на высшем уровне. Поэтому, конечно же, советуем приходить на все спектакли, ну и в частности на «Графа». Рекомендуем вот эти две новинки, эти две премьеры недавних, да, «Подюма», «Я, Эдмунд Дантес» и «Канкун». Мы ещё не видели с Ольгой Канкун, но обязательно посмотрим. Идём обязательно. 4-5 октября, ближайшие даты. Сейчас прям. Вот опубликуем у нас на страничке обязательно, да, вот даты и всех спектаклей хороших. Так как наша программа всё-таки посвящена размышлениям о каких-то человеческих смыслах, о добре, о любви. О любви, о любви. О благотворительности. Дана, вот давайте проведём такой быстренький экспресс-опрос. Такой персонифицированный, который будет вас характеризовать как личность. Есть ли у вас какая-то самая добрая, или самая любимая добрая книга, которая произвела на вас впечатление и научила вас чему-то в плане душевном? Самое неизгладимое впечатление, конечно же, это впечатление с детства. И первая книжка, которую я прочитала, это была книжка «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзапери. И там что ни страница, что ни параграф, то фраза, которую я выписывала до сих пор, у меня есть блокнотик, и там глубокие мысли. И одна из фраз, которая мне прямо вот встала в голову, мы в ответе за тех, кого мы приручили. Так как я ещё животных обожаю, люблю и прямо переживаю больше, чем за людей, наверное, поэтому эта фраза прямо вбилась в меня, отпечаталась так в моём детском сознании. И на протяжении всей жизни эта фраза как-то очень стоит у меня в голове. И у вас спектакль. И спектакль у нас есть на большой сцене «Маленький принц. Приходите». Спектакль уже, наверное, лет восемь, но он до сих пор любим зрителям. Очень любим. Спектакль замечательный, превосходный. Вы знаете, Дан, вот вы говорите, в принципе, мы с Ритой поймали себя на том, что это удивительно. Потому что если вы зайдёте на наш сайт «Микс Ньюз ЛВ» и прочитаете историю нашей девочки, которой мы помогаем Лерочке, то вы увидите там обложку книги «Маленький принц». Потому что её любимая книга «Библия» на первом месте, а потом сразу «Библия». После «Библии» «Маленький принц». Мы, честное слово, не договаривались. Мы не знали, что ответит Дана на наш вопрос. Но вот как-то так складываются звёзды. Я даже на чтецком конкурсе «Воробей» из «Библии» в школе читала отрывок из «Экзюпери» про лисёнка. И как я плакала в конце. А мы сидели с Лерочкой, разговаривали, пили чай. И вот она, знаете, у неё дома стоит в коридоре огромный шкаф, огромный большой шкаф. И он полностью забит книгами, ну, заставлен книгами. И это все её книги. Она очень любит читать. То есть ей с детства мама читает, и она сама сейчас вот сколько может читать именно книги. Это удивительный ребёнок. Мама говорит, вы знаете, она иногда просит, подъезжает туда на коляске, она сама не может ходить. Подъезжает, просит открыть ей шкаф и сидит, разглядывает просто корешки книг. И вот, да, мы спросили, какая у тебя книга любимая, она говорит, конечно, «Библия». А вторая – сразу после «Библии» «Маленький принц». И то же самое, вот те же самые слова она сказала. Ещё она очень любит сказку «Козлова про ёжика в тумане». Да, она у вас как какой детский какой-то мультфильм из детства? Первое, что мне приходит на ум, конечно, я очень люблю советские мультфильмы, они очень добрые. Но первое – у меня приходит на ум «Король лев». Это тот мультик, который я пересматривала в детстве очень много раз. Я ещё помню за кассетами… Плакала? Всегда. За кассетами ходила в аренду, тогда ещё были арендные точки, брала эту кассету на один день, смотрела, перематывала, смотрела. И настолько у меня глубоко сидит «Король лев», что сейчас вышло уже несколько новых версий. Я их не смотрю, потому что я думаю, нет, зачем мне плакать, зачем мне опять… И так сложно, и трудно, вспоминая всю историю «Короля льва», конечно, первая часть очень грустная. Но это мой любимый мультик был всегда. А наша девочка, она сказала так, что очень советские старые мультики, вот «Ёжик в тумане», «Ёжик и медвежонок», все вот эти истории про трогательную дружбу. И почему мы говорим, что вот она действительно удивительна, как философ, что видеть глубокие вещи в самых простых вещах. То есть, мы ее научили, видеть глубокие вещи в самых простых вещах. Советские мультики очень глубокие, со смыслом. У меня тут ни одного мультика, я не могу назвать, который был бы бессмысленным, карикатурным или только для веселухи. Действительно, ну, погоди даже, вроде бы смеялся, а там столько много глубоких мыслей и отсылок, что столько много взрослой жизни. Я еще вот про Лерочку добавлю. Мама рассказывала, они ездили в российскую клинику на реабилитацию тоже, да, в Тулу, операцию лазерную ей делали, очень серьезную. И она перед поездкой составила список сама из 150, я посчитала, мне показали этот список, там было 152 названия книг. То есть, я сама половину, не знаю, вот она нашла в интернете, и плюс еще там собрание сочинений и так далее, и так далее. То, что бы она хотела почитать. Они с этим списком пошли в Дом книги, поехали в Дом книги российский. Ну, там продавцы-консультанты были в шоке, потому что они бегали, искали, там что-то они нашли, чего-то они не нашли. И в конце концов закончилось тем, что они попросили скопировать этот список для себя, для работы. Потому что вот этот список характеризует тоже очень эту девочку. Мы тоже обещали ей помочь. Список доброй, качественной детской литературы. Да, да. То есть, они получили как... Подростковая, юношеская, вот такой уже, они получили как вот такой вот источник для себя. Представляете? А мы сегодня послушаем какую-нибудь сказку? Ну, мы постараемся послушать, да, да, да. Интересно. 93006384, напоминаем, это наш телефон, который работает в помощь девочке Валерии, Валерии Жуковой, чтобы помочь собрать средства семье на очень важную для нее реабилитацию. В клинике Друзкиненкая на специализированный курс. Один курс стоит 3500 евро. Ну, это включая там дорогу и все, да. Нужно таких два курса, девочки. 93006384. Вы знаете, еще мы обычно, когда рассказываем историю вот маленького человека, которому нужна помощь, останавливаемся на каких-то деталях, которые особенно тронули. Да, вот мы рассказываем, какой момент показался таким самым трогательным. Вот лично для меня, когда мама рассказывала, вот когда рождается ребенок с ДЦП, даже не с ДЦП, а просто с каким-то неврологическим чуть-чуть проблемами, первый признак – это когда ребенок держит ручки в кулаках. Казалось, что вот маленький ребенок, он вроде и должен держать в кулаках, мама не обращает на это внимания, да. Но когда ребенок и в 2, и в 3, и в 4, и в 5, и в 6 месяцев, да, у него такой сильный тонус мышечный, что он просто не может раскрыть ладошки. И тогда включаются специалисты, реабилитация, инъекции, вот эти курсы лечения, на которые мы просим помощи, потому что того, что дает государство, это очень мало, и оно не дает эффекта. И потом мама говорит, настал день, когда я почувствовала ладошку, то она раскрыла свою ручку и дотронулась до меня ладошкой. Она говорит, это было такое счастье, которое несоизмеримо ни с чем в моей жизни. Представляете, какие маленькие? Другие родители нам рассказывают, что когда вот ребенок, которому сказали, что он не будет ни сидеть, ни говорить никогда, и вот в 5, в 6 лет, вдруг мама видит, как он делает первый шаг. Ну, в общем, чудеса бывают, и в этой статье, если вы откроете наш сайт, эту статью про Лерочку Жукову, вы увидите, что и у них в жизни были чудеса, самые настоящие. А сейчас мы делаем маленький перерыв на рекламу, и оставайтесь с нами, скоро продолжим. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа», и напоминаем, что рассказываем мы сегодня о 17-летней девочке Валерии Жуковой, у которой диагноз ДЦП с рождения. Мы сегодня хотим помочь ей, просим всех набрать номер телефона 9300-6384, чтобы собрать средства на очень важную для Лерочки реабилитацию в санатории Дурск-Кинька. Это специализированный курс, который поможет ей качественно улучшить жизнь и вот развиваться дальше. Да, сейчас она не может ходить, и двигается у нее только пальчики на руке, но она очень большая умница, она пишет сказки, пишет стихи, она очень много читает, просто читает больше, чем мы все вместе взяты, я сказала бы так, да, и очень интересно рассуждает. 9300-6384. Это помощь очень хорошей девочке. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня директор Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова, Дана Бьорк, и вот у нас сразу к ней такой вопрос. Про квартирник ваш, расскажите нам, пожалуйста, как это все вообще сейчас пошло и развивается? То есть мы слышали очень хорошие отзывы, вы придумали это год назад? 15 декабря 2018 года у нас была премьера. Премьера, значит, да, скоро год. Год, да, в декабре будет год. И как прошел этот год с Акуджавой? Очень-очень удачно, знаете, залы распроданы, отзывы очень-очень хорошие. Люди приходят, сразу же покупают в подарок своим мамам, папам, друзьям. Для меня очень удивительно, что в зале я вижу, не в зале, а в комнате, я вижу также и школьников, и подростков, и, конечно же, людей старшего поколения. Как-то все нашли интерес в стихах, музыке Акуджавы. Такой формат чаепития тоже очень близок к каждому человеку оказался. А давайте для тех, кто не был, просто объясним, что это такое квартирник? Это наша новая площадка, квартирник, комната, красиво обустроенная, в ретро-стиле, в театре. Со стороны служебного входа, там, куда зритель не попадает ежедневно. Люди приходят, им предлагается чай со сладостями, будь то конфеты, будь то прядки. Ну, как дома, да? Да. Хозяйка приглашает или хозяин к себе в гости. Люди приходят, угощаются из самовара, которому 140 лет, чаем. Ой-ой-ой, откуда такое? Занимают места, кто-то может занять место у столика, кто-то в очень мягком кресле, кто-то на диване, кто-то на стуле, на кресле. И происходит в моем случае вечер, посвященный творчеству Булату Акуджаве. Вот комната эта. Это стихи, песни, которые написал Булата Акуджава. Сидят три музыканта, контрабас, гитара, аккордеон. Стоит Дана. И мы все погружаемся в себя и смеемся, и плачем. Потому что стихи очень глубокие, мысли очень глубокие. Акуджава этим и знаменит своей душевностью. А душевность, она не чужда никому. Самое дорогое. Это самое дорогое, что есть у человека, душа. И поэтому это замечательно, когда человек приходит и может посвятить себе то самое редкое, что у нас есть в наше время, это время. Посвятить один час двадцать минут только для себя, для своей души. Поностальгировать, вспомнить, быть может быть, былое. Молодые ребята послушать и для заметки взять что-то себе на будущее. Там сочетается все. Мы знаем, у вас там есть зрители, которые по несколько раз уже приходят. Да, буквально позавчера, по-моему, была вот комната эта. И пришел Артем, мой друг новый, которому одиннадцать лет. Второй раз он здесь, а его папа уже пятый раз. И у папы мы уже пошутили. Нужно написать уже именную табличку, приклеить на конкретному креслу, потому что он приходит и всегда садится на одно и то же место. Почетный зритель. Да, и свою жену привел, свою семью привел, сына второй раз привел. Наверняка там кого-то еще приводил. И уходя сказал, я купил уже на следующей квартире. Ничего себе! И таких случаев много, конечно же, не так ярко, как в случае нашего гостя Андрея. Но люди приходят по многу раз. Действительно, покупают сразу билеты своим друзьям, близким, знакомым. И это очень приятно. И если говорить обо мне, то это один из тех спектаклей, куда я спускаюсь с большим наслаждением в конце рабочего дня. И тоже отдыхаю, перезаряжаюсь. Ну, ничего себе отдыхаю. Вы там и поете, и читаете. Это для меня действительно отдых. Это тот случай, когда я получаю такое удовольствие от этого вечера, такое наслаждение. Для меня это нисколько не нагрузка. Это действительно перезагрузка, отдых, наслаждение. Говорите. Дана, а давайте воспользуемся случаем. Может быть, вы что-то нам прочтете из-за Куджавы? Давайте сыграем в игру. У нас в комнате этой один из главных героев – барабан, который крутится. Каждый гость выходит, начинает крутить барабан и вынимает заряженный кусочек пазла. Портрета Булата Куджавы. И каждый мешочек пронумерован, потому что у меня на столе семь книг. И когда мы открываем конкретную книгу, там звучит конкретная тема из творчества Булата Куджавы. Есть тема любовь, тема женщины, тема встречи, тема песни и так далее. Назовите мне какую-нибудь цифру. Три. Три. Душа. Вы выбрали книгу под названием «Душа». Ну да. Да, конечно. Открываю томик одинокий. Томик в переплете полиняло. Человек писал вот эти строки. Я не знаю, для кого писал он. Пусть он думал и любил иначе, и в столетиях мы не повстречались, но если я от этих строчек плачу, значит, мне они предназначались. Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то, чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Она длинная, не буду продолжать. Ну, и с такими переходами от стихов к песне мы идем по каждому блоку темы Булата Акуджава, вернее, его творчества. Браво, Дана, браво, спасибо большое. И напоминаем, кстати, что сегодня Международный день музыки. Серьезно? Да, да, вот так оказалось. Замечательно. Все совпадает. Жаль, надо было пригласить сюда и аккордеон, и контрабас, и гитару. Но мы еще... И исполнили какую-нибудь одну красивую вещь Акуджава. Мы еще это сделаем, а пока просто очень всем рекомендуем сходить. И очень... Квартирник. Очень настоятельно напоминаем, что пришло время подумать о тех, кому, может быть, не так сладко сейчас приходится, как нам, и сделать звонок на благотворительный телефон. 9-3-0-6-3-8-4. 1 евро 42 цента на лечение рижанки Валерии Жуковой. Девочке 17 лет. Девочка чудесная. Очень тяжелый детский церебральный паралич с детства. Она практически не двигается, передвигается в коляске. При этом очень талантливая, очень способная. Скажем так, что в два года она выучила букву. Представьте, вот ребенок, который нормально, хорошо и активно развивается. В два года она выучила букву, и в пять лет она уже сочиняла свои сказки. При том, что у нее двигается только один пальчик на руке. Этим пальчиком она после нескольких усиленных, сложных реабилитационных курсов, она начала этим пальцем работать. И представьте, она может учиться. Она может куда-то поступить, получить какую-то профессию, и потом даже онлайн найти какую-то работу. И от нас с вами зависит, если в этом году, пока нет 18 лет, это идут еще льготные расценки, поэтому мама обратила в благотворительный фонд, чтобы за этот год успеть получить вот эти очень важные и серьезные реабилитации. Мы очень надеемся, может быть, она сможет дольше сидеть, держать как-то позвоночник. У нее заработает второй, третий палец. Ну, там совершенно потрясающая мама, на которую смотришь, понимаешь, что это ангел какой-то, вот серьезно. Это вообще семья очень хорошая, папа, мама, и вот Валерия. Она говорит, мы так любим эту нашу Валерию, она говорит. И она очень милая женщина, и, вы знаете, там действительно столько любви, что не хочется от них уходить. И когда она рассказывала про свою вот эту первую ситуацию, когда она узнала в роддоме, девочка родилась преждевременно весом 900 граммов, и врачи подошли к ней и сказали, они ждали этого ребенка, это очень желанный ребенок, и сказали такую фразу, ну, нужен ли вам этот ребенок, вы подумайте, да, то есть сохранять, не сохранять. И дали неделю, она в шоке была, и дали неделю на выживание. И они быстренько, на третий день они пригласили священника прямо в реанимацию, и покрестили Валерию. И через неделю девочка выжила, и девочка стала развиваться, и вот стали тогда предпринимать, их перевели в больницу, и они там лежали до того, как она, момента, как она набрала 2 килограмма, это вообще ужас какой-то, да, если подумать. 2 килограмма набрала, тогда их выписали домой. И с тех пор вот нон-стоп не прекращаются, у них реабилитации и занятия. То есть мама куда только ее не возила. Они абсолютно все силы, средства, время и возможности отдают своей дочери. И результаты есть, мало-помалу, все улучшается понемножечку, поэтому мы очень просим вашей помощи. 9-3-0-6-3-8-4 евро, 42 цента звоночек. А Дану хотим спросить, вот у вас, вы известны чем, что вы считаете, что все проблемы разрешимы, и у вас в кабинете была прикреплена табличка «Дон паник», да, «Не паниковать», так и сейчас она, эта табличка? Там еще одна табличка появилась. Какая? Более большими буквами на полстены. Позитивное мышление всегда. Вы действительно верите, что если позитивно мыслить, то все позитивно разрешится? Да, потому что… Практика показывает? Практика показывает, только не моя, мировая практика показывает. И существуют вещи, которые можно изменить, нельзя изменить. Но мое отношение к этим вещам способствует сохранению моего здоровья, моего отношения к себе и к миру. И то, как я себя чувствую и ощущаю. Проблема каждая решаема. Мало-помалу. Ее можно совсем решить, можно немножко изменить. Но то, насколько я переживаю, убиваю себя, грызу остальных, это или усугубит эту проблему, или сделает ее легче. Поэтому позитивное мышление, какой бы проблема ни была, она все-таки работает на то, на сохранение спокойствия, своих нервов, эмоций, и помогает быстрее и более эффективно решить ту или иную сложившую ситуацию. И нервов, и эмоций окружающих людей. Да, конечно, потому что мы все же связаны друг с другом. Валерия сейчас нас слушает. Я думаю, ей очень эти слова понравятся. Она точно так же думает. Можете ей сказать несколько слов специально для нее. И мама Анжелика тоже слушает. Во-первых, я хочу передать большой привет и маме, и Лере. Я уже наслышана от ведущих программы, что девочка очень умная, светлая, добрая. И таких людей на свете должно быть много. Чем больше, тем лучше. И когда человек мыслит такими большими категориями и умеет складывать свои мысли в такие красивые слова, это говорит о очень многом. Мне бы хотелось познакомиться с Лерой. Пригласить, быть может быть, если Лера слышит, на квартирник, вот в комнату эту, так как Лера сама пишет стихи, сочиняет сказки. Думаю, что будет очень интересно послушать творчество Булата Акуджавы в исполнении музыкальном и в стихотворном. Это было бы очень интересно. И, быть может быть, это даст Лере также толчок в развитии ее таланта поэта, поэтессы. Поэтому, Лера, ты большая молодец, а твоя мама еще больше большая молодец. Я желаю, чтобы в вашей семье любовь, доброта процветала, потому что это те самые нужные качества людей, семьи, жизни человека, ради которых мы вообще существуем. Потому что есть люди полностью здоровые, но настолько несчастные внутри, одинокие, озлобленные, быть может даже. И тогда задаешься вопросом, а смысл? А смысл? А смысл в доброте и любви? Вот вы знаете, давайте еще буквально две фразы мы процитируем, чтобы наши радиослушатели так нарисовали себе еще картинку личности, вот этой девочке, которой мы помогаем. Вот она сказала, знаете, мне мой массажист однажды сказал, любые неправильные действия, сделанные с любовью, принесут больше пользы, чем правильные, но без любви. Да, потрясающие слова. Она их запомнила, и это ее отношение к жизни и какой-то кредо. Замечательная слава. Представляете, да? Любые неправильные действия, сделанные с любовью, принесут больше пользы, чем правильные, но без любви. А потом мама еще сказала, что она, когда она что-то читает или смотрит, она очень такая отзывчивая, она переживает, очень близко к сердцу все воспринимает, и даже вот после какого-то трогательного фильма или книги она не может заснуть, здесь Лера вступает и говорит, да, сон – это слишком тонкая материя, чтобы успокоить мысль. Вы представляете, этот маленький вот ребенок, маленький человечек, на долю которого выпали такие, скажем, страдания, реально страдания, которых мы себе даже не можем представить, потому что это на физическом уровне невозможно. А можно я вот буквально минутку прочитаю маленькую сказочку Леры? Да, вот просто нашла ее. Она ее написала в 9 лет, то есть сейчас ей 17, в 9 лет, и она посвятила ее своему врачу, который ее лечил, Николаю Лавгиновичу. Врач Пион называется, сказка. В сказочной южной стране Семицветик жил чудо-врач по имени Пион. Все население этой страны было здоровое, так как он всех их давно вылечил. Врач был рад, что все здоровы, только он знал, что в других странах есть много больных людей, которым никто не может помочь, как он. Долго думал он, как помочь этим несчастным людям, и придумал. Он попросил Южный Ветер полететь в северные, восточные и западные страны и сообщить людям этих стран, что он рад излечить их, но они должны приехать в его клинику. И настало для него трудное время. Сотни больных людей пошли к нему за помощью. Очередь не кончалась ни днем, ни ночью. А радостные, благодарные и счастливые пациенты уезжали домой. Наконец наступил день, когда его клиника опять опустела. Доктор Пион облегченно вздохнул и хотел немножко отдохнуть. Но прошло несколько дней, и к нему пришли новые пациенты. К его удивлению, это были звери. Домашних зверей он лечил без опасения, но когда очередь дошла до диких, доктор не знал, как к ним подойти. К нему на помощь пришел слон. Он помогал накладывать разноцветный гипс на лапы животных, поднимал и опускал их, когда надо, хоботом. Но однажды беда случилась и со слоном. У него заболела передняя правая нога, и помощь понадобилась ему. Доктор Пион призадумался, что же ему делать, кто же поднимет слона на операционный стол и поможет наложить повязку. Видя такую беду, все животные стали помогать доктору. Больше всех помогли жирафы с их длинными шеями. Слон скоро поправился. А тут произошел следующий случай. Летела стая птиц. Вдруг одна птица, а это был журавль, стала падать вниз и упала в траву прямо под окном клиники доктора. Врач Пион тут же выбежал, поднял раненую птицу, в нее было повреждено левое крыло. Журавля он тоже спас. В благодарность вся журавлиная стая, низко кланяясь и махая крылами, станцевала ему свой журавлиный танец. Вот такой удивительный доктор живет в чудесной стране семицветик. Наверняка вы уже догадались, что доктор Пион – это мой любимый врач Николай Лагинович. 9 лет, представляете? Замечательно. 9 лет. Дана, вот сразу после этой сказки хочется спросить про ваших домашних животных. Про пятерых котов и также ананаса. За которых вы в ответе, потому что вы их приручили. Вот рассказывайте, как они живут. Замечательно живут, хорошо. Живут, радуются жизни. А расскажите, 5 котов. 5. Откуда, почему 5? Значит, сколько лет, уже 5 лет, наверное, прошло. Мне очень-очень хотелось домашнее животное, очень сильно хотела домашнее животное. И решила, что там хотеть, нужно действовать. Набрала в фейсбуке, в поисковике. Оказывается, очень много животных ищет дом. И набрала женщину, которая приютила во временный дом котенка. Выбрала, поехала за ним. Вместе со мной поехал мой муж. Тогда еще мы были, только встречались. А ему понравилась кошечка другая там, на месте. Ну, решили взять и котенка, и котенка-девочку. Чтобы у каждого был свой персональный кот. Ну, чтобы они дружили. И зовут их Муза и Тигр. Да, мы помним. Да, Муза и Тигр. В итоге они подружились, выросли, мы не успели сделать то, что полагается сделать, чтобы они не обзавелись очень обширным потомством. В итоге у нас появилось еще пять. Мы были семеро, нас было. Из пяти котят мне удалось пристроить четырех. Двое из которых до сих пор живут и радуют Веронику Плотнику, мою коллегу замечательную. И Сема и Клёпа, Клеопатра, живет в Елгаве, тоже у наших друзей. Радуются жизни и радуют своих хозяев. А двое, Лёва и Лялек, вернулись к нам. Потому что те хозяева были не готовы к тому, что коты умеют мяукать, не сидят на месте. Торапаются. Да, что они оказываются живые существа. И они к нам вернулись буквально через полторы недели или две. И тогда я уже приняла решение, что не буду больше их никуда пристраивать. И остались они у нас. И в итоге получилось пятеро. Мама, папа и три сына. Хорошо живут. У них свой быт, свои традиции, своя хирархия. А правда, что у вас была детская мечта открыть приют для бездомных животных? Да, я все время думала, я вырасту, я буду богатая-богатая, я открою приют для животных. Но мечта-то осталась. Да, своего рода я, знаете, больше сейчас помогаю. У меня очень много, я подписана на очень много учреждений, которые помогают животным. И также не местных. У меня идут отчисления, а каждый месяц от зарплаты просто автоматически уходят. Я помогаю, пытаюсь бороться, финансово помогаю людям, которые борются против ужасной традиции в Китае. Это поедание собак. Это просто что-то у меня в голове не укладывается. А сейчас вы когда ездили на гастроли в Китай, тоже на эту тему как-то думала? Нет, нет, мы ездили не в то место, где это происходит. В Корее, наверное, да, скорее? Это в Корее распространено, и в Китае, к сожалению, тоже в одном регионе это до сих пор. Ну, вроде бы какие-то улучшения есть. И здесь со многими бедри, которые помогают животным, тоже каждый месяц, каждый день чуть ли не звоню по номерам телефонов, перечисляю денежку, пересылаю ссылки, потерялась, нашлась, потерялся, нашелся и так далее. Ну и по-прежнему гуляете с ананасом каждое утро? Это конь у Даны есть свой, тоже спасенный, кстати, да? Да, каждое утро нет, но два раза в неделю – да. Да, но вы его тоже спасли. Да, да, у него тоже было на усыпление, у него с ногой проблема. Прямо как у этого слона, про которого Лера написала. Видите, как много совпадений. Написала сказку. А по поводу перечисления помощи, напомним, что на сайте mixnews.lv есть рубрика «Зеленая лампа». Вот если кликнуть на эту рубрику, там будет публикация про Леру, там много ее фотографий, подробная история, там будет ссылка на сайт. От фонда BeOpen, где можно перечислить какую-то сумму с карточки и банковские реквизиты. Вот банковские реквизиты. В цели платежа нужно написать «Зеленая лампа помощь Валерии Жуковой». И эта ваша помощь будет с любовью, благодарностью, признательностью принята вот мамой Анжеликой и самой Лерочкой. Я была у вас, простите, я была у вас в гостях полгода назад, не помню. Год, наверное. И вы попросили меня озвучить мысль, которая пришла мне в конце программы. И знаете, эта мысль со мной весь год живет. Да. И даже меня мотивирует. Хотя вроде бы сказала сама эту мысль. Нужно, я посоветовала быть в доброте своей активным человеком. Не просто пройти мимо нуждающегося, будь то человек или животное, подумать, ой, бедный человек или бедное животное. А подойти и что-то сделать. Или переслать ссылку, или позвонить по телефону, что стоит меньше, чем сходить в кафе, кофе, попить или чай. Или перечислить деньги, если это возможность. Или передать своему другу информацию, которая может помочь. Если человек активен в своем деле, в добром деле, то это возвращается вдвойне ко мне же. Может быть, не делами других людей, но своим ощущением себя в мире. Какое-то ощущение того, что я сделала хорошее дело сегодня. Вы знаете, даже если не звонок в Фейсбуке, набираете зеленая лампа русскими буквами, попадаете на нашу страничку нашего сообщества. И просто поделиться этой информацией. Поделиться телефоном. 6500 человек там у нас. Поделиться телефоном. Кто-то сделает телефон, кто-то подумает, кто-то тоже поделится. И мы действительно поможем конкретному, очень хорошему, доброму, светлому ребенку. А я помню, вы вспомнили про прошлую программу, в которой вы были наши гости. Мы тоже очень помним. Вот просто помним. И после этой программы интересная была ситуация. Мы звонили вам по какому-то вопросу. И спросили, я помню, спросила, Дан, а вы когда плакали в последний раз? Вас легко довести до слез? И вы ответили такую фразу. Сегодня утром я ехала на работу и прочитала про девочку, о которой шла речь в программе. И прочитала, что собраны деньги. И я заплакала, и вся моя косметика поплыла. Да, я помню это такси. Я буду очень рада заплакать, когда увижу, что Лере тоже собраны все средства. Спасибо. У нас хороший день сегодня. Спасибо, что вы пришли к нам. А 16 ноября у нас балмарты будут в театре. И там тоже можно помочь детям. Это очень хорошая тоже новость, потому что балмарты расширяются. И следите за информацией. Мы их напишем на сайте, напишем везде. Балмарты очень доступные для каждого. В Рижском русском театре в этом году, 16 ноября. Лера, привет. Ноября? Ноября. 16 ноября. 16 ноября. Все, желаем всем вам здоровья, счастья и, главное, радости. Спасибо большое, Дана. Вам огромное спасибо. Вы делаете...